Всем привет! Вы когда-нибудь задумывались о лечении генетических заболеваний, рака? Или может о создании непобедимой армии суперлюдей? Похоже ученые нашли кое-что, что может в этом помочь. Началось все в далеком 1987 году, когда молекулярный биолог Ишина Ешизуми обнаружил в ДНК бактерий Эширихиаколия повторяющиеся участки. Позже, в 2000 году, подобные участки были обнаружены и в других бактериях. И в 2002 году они получили название, которое используется и сейчас. CRISPR. Вы понимаете, почему используется аббревиатура и необычное название. Как оказалось, эта система борется с бактериофагами, вирусами, паразитирующими на бактериях. Обычно бактериофаг атакует бактериальную клетку и впрыскивает в нее свою ДНК, которая дальше вставляется в геном бактерии, и бактерия начинает копировать вирус, пока не умирает. Но комплекс белков, кодируемый этой системой, захватывает участок этой вирусной ДНК и вставляет его в геном бактерии. Вроде бы то, что вирусу и нужно, но вставляется он в четко определенное место и служит как бы фотороботом данного вируса. Дальше клетка синтезирует комплекс из белка, называемого КАЗ-9 и так называемого трекер РНК. Собственно, этот комплекс путешествует по бактерии и ищет участок ДНК, идентичный тому кусочку, который брался из этого вируса ранее. И когда она ходит, то присоединяется к нему, и дальше белок КАЗ-9 разрезает эту ДНК, тем самым обезвреживая его. Вот так бактерии могут бороться с вирусами, при этом не затрагивая свои собственные гены. И, как оказалось, данная система способна не только на борьбу с незваными гостями. И в 2012 году ученым удалось приспособить ее для модификации генома более сложных существ, таких как животные и растения. Им удалось научить CRISPR разрезать ДНК в таких огромных массивах генетической информации, как человеческий геном. Система тестировалась на разных животных, бактериях, удалось даже создать генетически модифицированных обезьян. И 14 апреля прошлого года в журнале Protein and Cell была опубликована статья китайских генетиков. Еще до выхода статьи разразилась бурная дискуссия. Высказывались предложения запретить подобные исследования, хотя практически ничего не было известно. Но что было известно, так это то, что этот эксперимент проводился на человеческих эмбрионах. Существует такая болезнь, как бета-таллосемия. Ее причиной является повреждение гена гемоглобина. В данный момент это заболевание не лечится и требует постоянных переливаний крови. И ученые и ученые попытались заменить больной ген на здоровый. Они взяли 86 яйцеклеток, оплодотворенных необычным способом, сразу двумя сперматозоидами. Такое иногда случается при искусственном оплодотворении. Такие клетки являются не жизнеспособными, но могут некоторое время делиться. Это не влияло на результат эксперимента, поскольку нужный ген находился в материнской хромосоме. И было сделано с этической точки зрения. Криспер в ДНК-бактерии всего лишь разрезает нужную ДНК в нужном месте. И для того, чтобы заменить больной ген на здоровый, этого недостаточно. И здесь в дело вступают собственные механизмы клетки. В нашем организме ДНК повреждается довольно часто. Но эти повреждения быстро латаются собственными белками клетки. А узнают они, как чинить эти повреждения и чем их латать, благодаря двойному набору хромосом. От папы и от мамы. Если на одной обнаруживается повреждение, то оно ремонтируется, по примеру, второй. Либо можно просто внести правильный ген в клетку, и она использует его как шаблон. Что и сделали ученые. Они внесли в клетку систему Криспер и правильный участок ДНК. И далее Криспер разрезал ДНК в нужном месте. И система репараций, то есть восстановления ДНК, восстановила этот участок по образцу того гена, который был внесен в клетку правильного. Но эксперимент прошел не лучшим образом. Мало того, что правильно отредактированная ДНК была только в четырех клетках из 86, это Криспер еще и наделал кучу повреждений там, где их быть не должно. Причина этого в том, что в нашем организме десятки тысяч генов, и высока вероятность того, что найдутся участки, отличающиеся от целевого всего на пару нуклеотидов, то есть буквы генетического кода. И этого вполне достаточно, чтобы трекер РНК присоединилась к этому участку, и белок КАС-9 разрезал его. Но система показала свою перспективность, и нужно лишь доработать ее. В чем весьма преуспели американские ученые? Они обнаружили, что белок КАС-9 имеет положительно заряженную бороздку, с которой связывается отрицательно заряженная ДНК. И вот это взаимодействие, оно компенсирует неполное совпадение трекера РНК с ДНК, которого в другом бы случае не хватило. И, собственно, благодаря этой компенсации белок таки умудряется разрезать ДНК в этом месте. И ученые предположили, что если изменить заряд этой бороздки на нейтральный, то это может помочь уменьшить количество лишних повреждений. Они заменили часть белка на взятую из бактерии Streptococcus piogenes, и это уменьшило неспецифические повреждения настолько, что они не обнаруживались вовсе. Назвали модифицированный белок ЭСПКАС. А всего несколько недель назад сразу три группы ученых сообщили о том, что им удалось исправить ген во взрослых мышах. Речь идет о таком заболевании, как мышечная дистрофия Дюшена. Это заболевание вызвано повреждением одного гена и ведет к сильной мышечной дистрофии и даже смерти. Ученые взяли систему CRISPR, соответствующую нужному гену, и правильную копию гена, поместили их в аденовирус и ввели в кровоток животного. В итоге мышцы начали синтезировать нужный белок и укрепляться. Кстати, идея создания вируса, который будет лечить болезни и сделать наш мир лучше, вам ничего не напоминает? Порадовали прорывом и ученые из Института Калифорнии. Они создали механизм, позволяющий править ДНК сразу на двух хромосомах. То есть при обычном изменении одна хромосома остается обычной, и вторая изменяется. А здесь, получается, внесенная в клетку CRISPR-система встраивает в одну хромосому ген, который дальше синтезирует вторую CRISPR-систему, которая правит ген на второй хромосоме. И, как видите, от красных отмечены комары модифицированные, желтые — это обычные. Как видите, при мутации на двух хромосомах она распространяется в популяции намного быстрее, что может быть довольно опасно, если модифицированное существо вырвется, скажем так, из лаборатории. И это может привести к изменению целого вида и вызвать большие проблемы в экосистеме. Но в то же самое время это дает и большие возможности. Например, можно сделать комаров нечувствительными к малярии или к лихорадке Денге, и тогда они не смогут заряжать людей. Либо можно пойти еще дальше и, например, создать комаров, которые будут вкалывать вакцины. Идеальное решение проблемы с вакцинацией. И ввиду высокой эффективности этой системы появилось много стартапов, направленных на лечение генетических заболеваний, рака, в которые вложились такие компании, как Google, Bayer, Microsoft и другие. Один из этих стартапов, Editas Medicine, планируют начать тестирование генетерапии на людях уже к 2017 году. Основной их целью является амаврос лебера десятого типа. Это заболевание, это наследственная слепота, вызванная повреждением гена, необходимого для работы светочувствительных клеток. Было выбрано именно это заболевание, поскольку, во-первых, для его лечения не нужно заменять весь ген, а нужно исправить всего лишь небольшой участок. И также можно внести лекарство прямо в сетчатку, не распространяя его по всему организму, что проблематично сделать в случае с другими органами. Но простота и дешевизна этого механизма несут и определенную угрозу, поскольку практически кто угодно может заниматься подобными исследованиями. То есть уже сейчас есть компании, которые создают CRISPR-сиперсистему, соответствующую нужному гену. То есть нужно всего лишь ввести правильный порядок нуклеотидов. И цена варьируется в районе нескольких сотен долларов. То есть продав смартфон или компьютер, можно пробовать себя в создании биологического оружия. или чего бы то еще. А также не стоит забывать про Евгенику, создание сверхчеловека. Собственно, этот прорыв, как и многие другие, дает нам огромные возможности, ограниченные только нашим воображением. И будем мы их использовать на зло или во благо, зависит только от нас. Спасибо. Вы сказали о том, что методом этим можно лечить наследственные заболевания, в частности, наследственную слепоту, правильно? Ну да. Потенциально это возможно. Еще не вылечили, но вот к 2017 году. У меня такой вопрос. Если вот эту вот вакцину, этот белок вводят, я не знаю, что там, вводят непосредственно в сетчатку, правильно вы говорили? Да. Но заболевание наследственное, ДНК, оно как бы не только в глазах. То есть остается ли вероятность передачи этого заболевания по наследству, если, допустим, у родителя его вылечили? Да, остается. То есть если лечить именно заменой гена в сетчатке, то да, остается. Если получится заменить его во всех клетках, то тогда оно не будет передаваться. Вот вы сказали, что то, что его можно вводить непосредственно в сетчатку, это преимущество. Какие могут быть проблемы, если его вводить не в сетчатку? Ну то есть как бы оно починит, получается, все ДНК по организму и заболевания, будет не передаваться. Что в этом плохого? Это хорошо. Вот только эта система до этого на взрослых людях ни разу не тестировалась. И если это нарушит какой-нибудь ген в глазу, то это не так страшно, чем если это произойдет по всему организму. Тогда последний маленький вопрос. Если вот непосредственно в сетчатку ввести, оно не расползется оттуда по всему организму? Нет никак? Ну может и расползтись в принципе, но меньше шансов, что это произойдет. Спасибо. Немного хотелось уточнить по механизму действия. Вот вы сказали, что этот Крисп, он по сути разрезает ДНК в месте дефектного гена, то есть попросту рвет цепочку. Да. А потом на этом месте вставляется нужный ген, правильный. Да. А вот эти остатки дефектного гена по краям цепочки, они там же и остаются? Там получается при разрезании этого гена в этом месте, как бы системы, темы восстановления ДНК, они, получается, скажем так, когда находят правильный шаблон, они видят, что, скажем так, что имеется, остается что-то лишнее там, где нужно чинить. И они убирают остатки этого гена и вставляют полностью правильный. Спасибо. Ну, по поводу комаров у меня вопрос. Хоть в одной стране серьезно уже подошли к этой идее, что, допустим, в Африке среди каких-то диких племен, где сложно проводить вакцинацию, можно выпускать этих комаров просто. Насколько серьезна уже эта идея с комарами? Эта идея, я ее нигде не слышал, это просто шутка, придуманная мною. То есть про лечение малярии это да, это действительно собираются, а про вакцинацию это пока нет. Нет ли риска отторжения исправленных клеток изначальным организмом? Ну, в принципе, отторжение происходит из-за определенных отдельных рецепторов, скажем так, в клетке и отдельных механизмов. Если их не задействовать, если изменить один ген, который никак с этим не связан, то есть, например, не трогать факторы гистосовместимости и тому подобное, то никакого отторжения быть не должно. Ну, как бы в экспериментах этого и не наблюдалось. Скажите, вот мы знаем, что человеческое тело, оно обновляется со временем, то есть клетки отмирают, вместо них появляются новые. И вот, по сути, через лет пять тот глаз, куда вели этот белок, он не будет тем, который был пять лет назад. И, ну, получается, новый глаз, он будет тоже здоровым? Нет, по той причине, что клетки, они не просто, скажем так, телепортируются в глаз. Они, это предыдущие клетки делятся. Это разделение, да. И делятся клетки с уже исправленным геном, поэтому глаз остается здоровым. Спасибо. Правильно я понял, что если клетки исправлены и делятся, то мы меняем клетки на уровне стволовых клеток. Насколько я понимаю, взрослые клетки не дадут нам такого разнообразия, мы не сможем восстановить глаз. Получается, скажем так, если это вводится в глаз, например, то, скажем так, модифицируются все клетки, до которых этот вирус может достать, то есть включая и стволовые тоже. И второй вопрос. Комиссия по этике США уже одобрила вмешательство в живого человека или нет? Вот насчет этого я не уверен, не могу сказать. Это к вопросу о этике. Просто я как раз недавно читала, что в 2015 году группа китайских ученых опубликовала результаты исследований, в которых сообщали о редактировании генома эмбрионов человека. Вот как раз, да, вот это и было. Ну вот просто как бы с этической стороны. Ну, не знаю, как, например, в Америке, но в Китае это разрешено, поэтому если хотите, едьте в Китай, там все можно. Понятно, спасибо. У меня вопрос по одному из слайдов, там где, собственно, ДНК и белок, которые разнозаряжены. ДНК там была отрицательно заряжена, бороздки белка положительно заряжены, насколько я помню. Да, да. Собственно, было сказано, что можно решить проблему, возникающую с этим всем, если бороздки зарядить нейтрально. Да. Каким образом их зарядить нейтрально? Просто поменять в этом белке какие-то аминокислоты? Да, то есть взяли ровно три аминокислоты из белка стрептококоса, пиогеноса, их заменили, и этого хватило, чтобы изменить заряд бороздки. То есть никак это не повлияло на то, что это совершенно другой белок, теперь он очень сильно отличается, и может не быть прокодирована, собственно, наоборот, не может быть прокодирована этой ДНК. Ну, получается, это было взято из, скажем так, вот этот белок, который использовался до этого, он брался из бактерии эшерихиаколия, но именно из CRISPR-системы. А в бактерии стрептококоса пиогеноса тоже есть CRISPR-система, и вот из этого белка КС-9 из одной бактерии эти три аминокислоты перенесли в другую бактерию. То есть, по сути, это как бы взяли из другой модификации того же белка, по сути, поэтому все получилось. Хорошо, спасибо. Вы говорили, что если не внедряться в механизм отторжения клеток, то все будет хорошо. А если насильно туда внедриться, можно ли каким-то образом решить проблему пересадки и отторжения чужеродных клеток? Теоретически. Теоретически, в принципе, это вроде бы возможно. Можно, например, изменить группу крови или другие подобные вещи. Но здесь проблема еще в том, что это изменение вряд ли произойдет мгновенно. И поэтому клетки в одной части тела начнут конфликтовать с другой. И вот это проблема. Поэтому не знаю. Мне хотелось бы узнать, что такое научная этика касаемо работы с человеческим эмбрионом. Что имеется в виду, когда говорят о научной этике при работе конкретно с этим материалом? Какие религиозные воззрения? Что именно имеется в виду, когда говорят, что научная этика запрещает работу? Я думаю, имеется вопрос о дважды обладатворенных эмбрионах. Почему именно с ними работали в данном эксперименте и в целом? А вообще запрещают, в первую очередь по той причине, что человек, которого модифицируют, он этого не выбирал и это не очень хорошо. Ну, как бы, в принципе, немножко страшно влазить в геном человека. То есть, скажем так, боязно, чтобы это не дошло до Евгеники. То есть, как бы, с одной стороны, вроде бы прикольно, чтобы как в игре создавать себе персонажа, но с другой стороны, это как-то страшновато. А также и в свое время запретили клонирование, поскольку непонятно, какой, скажем так, и правовой, и другие статусы будет иметь полученный человек. Вот, как-то так. Спасибо.